Гонение за имя Христово Поэтому можем сострадать нашим братьям и сестрам Поэтому пусть Бог благословит нас и утвердит наши сердца всех верующих Господа в Духе Святом Помолимся Господу Отец наш Небесный, Божий Милосердный, благодарим Тебя Что мы можем так вот спокойно и свободно собираться в Доме Божьем Чтобы прослабить Твое Святое Имя Помолиться Тебе, Богу нашему Господи, сегодня мы не в страхе давать ли слово гостям проповедующим Будут ли служить дети, молодежь, как это было в прошлое время Боже, Ты дал им это доброе время, любящий Господь Что мы могли прослабить Тебя всей нашей силой и крепостью Господи, но сегодня мы слышим и знаем Что есть много наших дорогих братьев, сестер, которые не имеют такой возможности Свободно собираться и прославлять Твое Святое Имя Когда детям запрещается быть в собрании Господи, о них мы молим Дай силы, мой драгоценный Господь, устоять в вере, любящий Господь Противостоять дьяволу, любящий Господь, всем козням Его И верою в Тебя победить всякий страх Тебе, милосердный, навеки слава Прибудь с нами и благослови нас в этот вечер Чтобы нам, пользуясь свободой, любящий Господь Поступать по духу, а не по плоти, как говорит Твое Святое Слово Чтобы Ты для нас и сегодня, как и раньше Был самой большой драгоценностью в нашей жизни Чтобы нам любить Тебя более всего в нашей этой земной жизни Тебе, милосердный, навеки слава и поклонение Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь Дорогие братья и сестры, споем салом номер 57 Господь, огонь с небес священный Твой огонь нам пошли К Тебе возносим зов смиренный Твой огонь нам пошли Дорогие братья и сестры, споем с небес священный Твой огонь, твой огонь нам пошли К Тебе возносим зов смиренный Твой огонь, твой огонь нам пошли Твой огонь нам пошли Твой огонь нам пошли Твой огонь нам пошли Дорогие братья и сестры, споем с небес священный Твой огонь нам пошли Дорогие братья и сестры, споем с небес священный Твой огонь нам пошли Дорогие братья и сестры, споем с небес священный Твой огонь нам пошли Дорогие братья и сестры, споем с небес священный Твой огонь нам пошли Твой огонь смиренный Не, ходо на лет, пусть все сгорит С небес священный Твой огонь, твой огонь нам пошли Твой огонь нам пошли Субтитры подогнали Симон. 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 будут устраивать эти гонения, написано, он будет хулиться, а через вас он будет прославляться. Возлюбленные, даже в этих угнетенных, в этих стесненных, трудных обстоятельствах мы можем прославлять нашего Господа, и к этому призвал нас Господь. Не только тогда, когда нам хорошо, когда нам так вот уютно сидеть. Вы знаете, конечно, когда вспоминаешь дальнее, более время, вспоминаешь, как когда-то люди добирались на это богослужение, как продолевали длительные расстояния, шли, желали, слышат Слово Божие, желали быть в общении. Сегодня, приезжая к Дому молитвы, мы не всегда можем найти место для своего автомобиля, потому что и площадки расширяются, но и автомобилей больше и больше становится. Может быть, конечно, не таких, которые нам хотелось бы иметь, но, слава Богу, мы имеем сегодня и на чем приехать. Имеем уют, имеем достаток, и за это мы должны сегодня благодарить Бога, поклоняться Ему и воздавать Ему достойную славу. Братья мои и сестры, а те, которые переносят сегодня эти страдания, те, на долю которых выпало пройти это такое трудное испытание, вы знаете, я не могу до конца понять и вразуметь это, потому что мне не приходилось в такой степени что-то терпеть за имя Господа. Но я так понимаю, что те люди даже, и которые попадают у тюрьмы, которые разлучаются, вот эти семьи, им вдвойне тяжелее, потому что одно дело сам находится в трудных обстоятельствах, а другое семья без него, как дети, как что. То есть это настолько трудно. И мы понимаем, возлюбленные, что вот эти наши братья и сестры, они нуждаются в этой молитвенной поддержке и то, что мы сегодня будем делать вместе с вами. Придадим их руки Божьи, скажем, «Милующему и любящему Богу, Господь, Ты знаешь больше нас, Ты знаешь все те обстоятельства, которых мы только слышим, а это обстоятельства только как слух дошли до нас, но Ты знаешь, Ты видишь их страдания, и Ты, Господи, утешь их сердца, и Ты укрепи, и их семьи благослови, и пусть, милующий Господь, дарует для них мир и благословение». И я верю, возлюбленные, что по молитвам церкви, как некогда, был освобожден когда-то Петр, которого намеревался Ирод вывести и казнить после праздника Пасхи, но по молитвам церкви он был дарован церкви. Так я верю, что и по нашим молитвам Господь будет что-то делать и там для этих наших братьев и сестер. Поэтому с верою, немало не сомневаясь, давайте предадим их, помолимся искренной молитвой, и пусть Господь всех нас в этом укрепит и благословит. Господу нашему да будет вечная слава. Аминь. Господи, Боже мой, благословенный Божий ступой, благословенный Божий великий, Божий чудный, мы, Господи, славим Тебе и прорезносим Тебя, величаем святое имя Твое, Господи, и воздаем Тебе, Тебе, единого Бога и Спасителя, нашему славу, благословению, Господь, за то, что Ты великий Господь, за то, что Ты чудный Бог, и Ты, Господи, Боже мой, оставил для нас Слово Твое, и Ты, Господи, в этом Слове Своем дал наставление для нас, мы любишь и Бог, то, Господи, пройдет в добрый день, пройдут различные обстоятельства в жизни нашей, когда, Господи, Боже мой, и мы в какой-то степени будем подвержены, Господи, этому гонению, когда, возможно, Господи, против нас будут приводены какие-то действия, мой Господь. И я прошу Тебя, Отец небесный, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, Господи, помоги и яви милость, Господи, нашим братьям, нашим сёстрам, Господи, те, которые, Господи, сегодня нуждаются в Тебе, Господь, те, которые сегодня, Господи, терпят различные гонения, мой ученый Господь. Господи, я знаю, что Ты, Господи, любишь их, Господи, я знаю, что Ты, Господи, и через эти обстоятельства проверяешь им неверность, Господь. Ты проверяешь, насколько они, Господи, преданы Тебе, и Ты, Господи, смотришь на них, но Ты, Господи, не вставляешь их. И я знаю, мой любящий Господь, что Ты по милости Твоей великой к ним, Господь, поддерживаешь их. И Ты не посылаешь, Господи, этих испытаний сверх сил, сверхмеры, Господи, но в любви Своей к ним, Господи, Ты даруешь для них силу и крепость, для того, чтобы они могли устоять, для того, чтобы они, Господи, не упали под этим гнетом против обстоятельств, но чтобы они, Господи, Боже, могли не только, Господи, Божьимое сердце, Свою, но всю свою жизнь, Господи, посвятить для Тебя более и более, Господи, соглашаясь, мой любящий Господь, с тем, что Ты приготовил для них, мой любящий Бог. Ибо Ты, Господи, я знаю любви Своей, я знаю Твоей милости Своей, Господи, не пройдешь мимо них, мой Господь, не пройдешь мимо каждого, Господи, надеющегося на Тебя, уповающего на небо Твоей святой, Господь. О, услышь, по ручке народа Твоего, услышь, мой Господь. И эту милость, Господи Боже, и даруй Твою благодать, даруй Твою силу, даруй Твою помощь, Господи, чтобы нам все целое, все целое довериться Тебе, Тебе одному, мой Господь, мой Бог, и возвеличить Тебя, прославить Тебя, Господи, по-другому. И пусть, Господи, не к ней жизнь, не к ней хождение. Господи Боже мой, будет действительно упованием на Тебя, Господь, чтобы, Господи, никогда у них нет жизни, у них есть сердце, Господи, не пришло это разочарование, Господь, чтобы не пришли эти мысли, Господи, что Ты оставил их, и они, Господи, остались одни, Господь. Ты говоришь слово Своем, что Ты, Господи, Дух Твой, Дух Святой, Господи, Он пребывает с ними, Он, Господи, наполняет их, Он укрепляет их, Он веден, Господь, и поддерживает Твой добрый Божий. И пусть милость Твоя, Господи, пусть Твоя великая милость будет, Господи, над всем народом Твоим, святым, Господь, по всему лицу земли, Господь, ибо мы над Тебя плаем, потому что Ты наш Господь, Ты на Его, наш Спаситель. О, да будет всем слава Тебе, да будешь Ты превознесен, Господь, в жизни народа Твоего, и да будешь Ты прославлен, Господи, Боже, сила наша и крепость наша, и я, Господи, только на Тебя уповаю. И, Господи, Боже мой, продаю нашим братьям и сестям, Господь, нам милость Твою, в руки Твои святые, Господи, уповая и зная, Господь, что Ты не оставишь, Господи, зная, что Ты поддержишь и укрепишь, Господь, и проведешь, и испытаешь, Господи, Боже мой, и пусть они, Господи, выйдут и будут, Господи, как очищенные золото огнем, Господь. И пусть, Господи, Боже мой, в ихней жизни прославишься Ты, Царь наш и Бог наш, о, милость Твои великой, Господи, да будешь нас вселенной, ибо велик Ты наш Господь, велик Ты наш Бог святой, величаем Тебя и превозносим Тебя, ибо достоин Ты и слава, благословен, 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 Господи, Боже святой, и святое имя Твое, Господи, Боже наш, величаем Тебя, превозносим Тебя, Господа нашего и Бога нашего, за великую Твою милость и благость, Господь, и за, Господи, все различные обстоятельства нашей жизни, Господи, мы безмерно благодарны Тебе за все, Господи, потому что Ты с нами, и Ты, Господи, над всеми нами, Ты наш Господь, Ты наш Бог, Ты наш Спаситель, Господи, И Ты направляешь наши шаги, и Ты укрепляешь нас, Господи, благословляешь, и направляешь, и ведешь, мой любящий Бог, и мы благодарим Тебя, что, Господи Боже мой, мы сокрыты в Тебе, и Дух славы, Он пребывает, Господи, с каждым из нас, мой любящий Господь. Я благодарю Тебя, мой чудный Боже, за великую эту привилегию сегодня, Господи, в этой молитве стоять пред величием Твоим, Господи, за народ Твой святый, Господь, за тех, которые, Господи, сегодня подвергаются, Господи, этим гонениям, тех, кто сегодня, Господи, переносит различные скорби, кто терпит унижения, кто терпит, возможно, побои и другие какие-то, Господи, наказания за имя Твое святое, Господь. О, я знаю, Господи, что Ты сострадаешь им, я знаю, Господи, Боже мой, что Ты с любовью смотришь на каждого из них, Господи, и Ты, мой любящий Господь, не оставляешь их ни на один, Ты, Господи, являешь милость Твою для них и поддерживаешь, и благословляешь, и я прошу Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, Господи, являешь милость Твою для них и благослови, Господи, и каждого, кто сегодня проходит, Господи, эту долину плача, кто сегодня проходит эти испытания, мой Господь и мой Бог, и я прошу Тебя, Отец Небесный, укрепи, благослови, поддержи, Господь, возрадуй сердца ихни, чтобы они, Господи, в этих трудных обстоятельствах, чтобы они, Господи, Боже мой, не унывали, но свое упование возлагали на Тебя, зная, что, Господи, Ты – сила наша, Ты – крепость наша, и, как, Господи, в Слове Твоем написано, что имя Господа – это крепкая башня, убегает у нее праведник и безопасен, мой Господь. И я прошу Тебя, яви милость Твою и защиту Твою, Господи, для наших братьев и сестер, для тех, кто терпит, Господи, кто переносит. И пусть, Господи, эти обстоятельства, которые были в их жизни, они еще больше послужат для славы святого имени Твоего. И пусть, Господи, Боже мой, наполняется, Господи, это число, Господи, тех, кто, Господи, страдает за Тебя, кто, Господи, Боже мой, жизнь свою отдает за Тебя, для того, чтобы Твое святое имя стало известно многим, для того, чтобы истина Твоя, она провозглашалась, Господь, и чтобы Царство Твое, пределы Твоего Царства, чтобы расширались на этой земле, мой любящий Бог. Яви Твою милость и благослови, Господи, каждого нуждающегося в этой помощи, а нам, Господи, не дай, мой любящий Бог, забыть этого, но всегда в молитвах наших помнить их и молиться о Тебе, и просить Твоей милости и поддержки. И я знаю, Господь, что Ты устроишь, и Ты благословишь, и все это будет до славы святого имени Твоего. Будь благословением для нас, и прославься великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие братья и сестры, и в этот вечер вновь хочется вместе с вами сказать слава Богу нашему, за Его милость, за Его любовь. Он всегда с нами, и Он поддерживает нас, поддерживает всякого, кто доверил Ему свою жизнь. Споем, Псалом, прославим имя Господне. Это номер 1549. Отец и Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной, народ Твой молится. Споем стоя этот молитвный Псалом. Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной. Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной. Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной. Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной. Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной. Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной. Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной. Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной. Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной. Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной. Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной. Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной. Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной. Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной. Хоть мало силы среди нас, но церковь Троица. Возлюбленные, я хочу пригласить вас к молитве. Молитве благодарности Богу. Вот за это доброе время, которое мы имеем, чтобы нам потрудиться для Господа. Минутку еще займу. Вы знаете, я когда сегодня размышлял о прошлом времени, 50-40 лет, вот некоторые из нас это помнят, я уже напоминал, много что нам запрещалось делать, но тогда мы крестили людей не меньше, но даже больше, чем в наши дни. Вот вам и притеснение, и гонение, и вот вам свобода. Поэтому давайте помолимся в этот вечер о себе, о наших детях. Вот будет предстоять евангелизационное собрание. Вы знаете, когда, вчера я тоже был по невежесе, я люблю молодежь, сам когда-то был молодым, и говорю, вот парня, ему лет 16-17, говорю, слушай, посвятил ли твою жизнь Христу? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Не медли, скорее, чтобы тебя сатана не погубил. Возлюбленные, возблагодарим Господа за это свободное время и помолимся о спасении наших родных. О, аллилуйя! Абва, Отче, благословено имя Твое, Господь, в этот вечер. Мы благодарим и славим Тебя, великого Бога нашего, Отца и Сына и Святого Духа, за милость Твою, Господь, что Ты дал нам это свободное время. Господи, мы и наши дети могут свободно служить Тебе, прославлять Твое святое имя. И многие из нас, которые помнили то время притеснения, оно уже как бы стирается с нашей памяти милосердной. Но, о Боже, мы просим Тебя, чтобы это доброе время, хорошее время, оно не послужило к погибели нашим детям, нашим родным. Господи, но когда звучит проповедь Евангелия, чтобы многие люди в это свободное время, когда они, непреследуемые за веру Христову, могли обратиться к Тебе, к Богу Живому. Болим Тебя, Господь, в этот вечер. Благослови предстоящее евангелизационное собрание, наше свидетельство, чтобы наши дети были спасены, чтобы мы, дом наш, служили Тебе, Богу Живому. Слава Тебе, наш Господь, милосердный навеки, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Возлюбленные, споем еще один псалом, 556. Дорогое обещание Бог нам, странникам, дает. По дороге испытания поведу Тебя вперед. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Сердце друга не дойдет. Пусть звучит, товарищ ранний, Победу тебя вверх. 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 ПЕСНЯ 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 Веди нас, Господи, вперед. Аминь. Садитесь, мои дорогие. Пожалуйста. ПЕСНЯ 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 Как оно говорит о гонениях? Я вот, наверное, был похож, я помню, поделюсь с вами, однажды стал свидетелем разговора сестер, когда прошла такая опять серия проповедей братьев о том, что вот сестры, они должны быть в подчинении, жена, послушание, муж, глава и так далее, и так далее. И вот они сидят, беседуют, и после служения, как обычно, обсуждают вот эти мысли, что, наверное, братья, немножко застрого в таком вот плане, их беседа идет, и одна сестра говорит, сестры, я, говорит, однажды тоже задалась этим вопросом, взяла Библию, симфонию, очень долго исследовала, где бы хоть одно место найти, чтобы вот, ну, как сказать, опровергнуть вот эти идеи, мысли, и не нашла. Так что, говорит, все, пошли домой. И, братья, сестры, я тоже, похоже, взял и думал, найду хоть одно место, чтобы Господь как-то вот разрешил, ну, вот прожить бы без этих гонений. Вот хоть какую-то зацепку в Писании, чтобы найти место Писания, где Бог обещает, что вот не будет гонений, можно прожить вот так. И не нашел. И это место Священного Писания, смотрите, здесь через запятую перечисляется гонение вот в ряде таких важных качеств верующего человека. Павел пишет Тимофею, своему верному служителю, о вере, о таких качествах, о житии, о любви, терпении и гонении. И сам Христос сказал в Нагорной проповеди, блаженные люди гонимые, их есть Царство Небесное. Как бы говоря, что в Царство Небесное другим образом другие люди попасть не могут. Мы сегодня уже слышали много мест, печания. И если это так, братья и сестры, то, я думаю, нам, верующим людям, детям Божьим, лучше не искать каких-то вот этих путей и мест, не копаться в Писании, в симфонии, чтобы найти какое-то оправдание, чтобы как-то увильнуть от этого. Но наше, я думаю, было бы мудро, решение нашего сердца и разума было бы верным, если бы найти смысл в этом, найти значение, найти Божьи мысли, почему Он так ведет свою церковь, свое дитя. Но ведь Он же любящий отец. Неужели Ему все равно? Неужели что-то Он не замечает? Неужели что-то мимо Его планов и решений? Неужели Он не так любит нас, как нам бы хотелось? Нет. Это Он сказал, касающийся вас, касается зеницы ока моей. Это Он сказал о нас, братья и сестры. Конечно, Его переживания, Его сочувствие нам, но тем не менее это так. И если это так, давайте мы коротко посмотрим, почему же Христос. Да не только в Новом Завете, братья и сестры, я думаю, мы можем вспомнить и Давида, как он был преследуем, гоним за веру чистую, за преданность, безоговорочную своему Господу. И много-много и в Старом Завете, и тем более в Новом Завете. Это всегда и везде, как мы слышали уже, сопровождало верного Богу-служителя, Дитя Божьего. Вы знаете, первое, что я думаю, что, конечно, хочу сразу заговориться, много Бог задач решает, вот проводя нас таким путем. Много задач, но некоторые, что позволил мне Господь, и я хочу с вами просто перед тем, как мы будем молиться, и, конечно, это великая нужда, да, братья и сестры, мы будем молиться за тех, кто там страдает. Сегодня нам легче. Но для нас есть, братья и сестры, хотя мы вот сегодня так живем, более свободно, для нас есть свои, свои уроки. И молясь за них, давайте посмотрим свои сердца. Я вот вернусь в свои мысли, хочу сказать, что первое, что мне хотелось бы вам сказать, это мы в этих гонениях узнаем себя. Мы помним притчу Иисуса Христа о сеятеле. Там тоже вот эти четыре вида почв. Дорога, каменистая почва, почва с терниями и добрая почва. И вот эта наша жизнь Господом изображена в этой притче как борьба. Он сеет семя, сеятель вышел, сеет семя, и он его сеет. И нужна почва. Почва не рождает сама по себе, но и семя не рождает, не попав в почву. Господь ищет мягкие сердца, где бы его семя божественное прорастало через покаяние, через служение и так дальше, и так дальше. И вот дьявол борется с этим. Дьявол с этим борется. И здесь мы в этой притче видим птиц небесных, которые вот клюют это зерно. Мы видим солнце, которое иссушает. Мы видим тернии, которые заглушают. И когда ученики спросили, изнести нам эту притчу, Христос сказал, что вот это второй род почвы, где каменистая, вот гонение, приходит гонение. Вы знаете, для первого рода сердец, которые очень твердые, каменные, им даже гонения не нужны. Для сердца жестокого достаточно показать путь, дорога. Все, он пошел, побежал по этой жизни. Ничто его не трогает, никакие мысли. И Христос обсудил. Он говорит, просто семя это не рассуждает человек даже о нем. Не рассуждает. Приходит дьявол и крадет даже то, что может быть еще в мозгах где-то из-за силы остатки каких-то обрывки фраз божественных. Все это похищается, а человек побежал по своей дороге, утоптанной жизни. Но вот вторая почва, немножко мягкой почвы есть, много камней. И что-то падает, что-то начинает пускать корень, но не глубокий. И вот здесь уже просто этих птичек недостаточно. Приходят, братья и сестры, гонение. Приходит гонение. Это солнце, это было испытание для растения, но не выдержало. Корень не глубокий. Почва подсохла через которое время. Влага осталась глубоко. Корень не достает, засыхает, умирает. Так бывает со всякими, кто принимает слово, быстро вроде так располагается к нему, но не имея корня, не утвержденный, когда приходит гонение, соблазняется. Первое, что дает нам пользу, что Бог заложил вот в этот процесс пройти через гонение, увидеть себя. Увидеть себя. А может быть, во мне много этих камней. Может быть, я, знаете, я вспоминаю себя, вам приведу примеры своей жизни. Я думаю, может, вы вспомните и себя, или еще что-нибудь. И где подтверждается эта истина. Я помню, когда я только начал ходить в церковь, это было лет 14, и я уже был, как мы тогда говорили, призывного возраста. Если вы помните, братья, наверное, больше помнят старшего. В то время, с 14 лет, начинали вызывать военкоматы, называли себя призывным возрастом и ставили на учет. Чтобы когда этот молодой человек подрастет, можно было призывать его в армию. Ну, и там проходили мы медосмотры, и вот заполнялась анкета. И я уже, не знаю, боюсь сейчас уже точно вам сказать, но уже несколько месяцев мы точно посещали, я так приходил в церковь. После смерти бабушки мы начали ходить в церковь. И так издалека еще, но уже слушал. И вот там задают вопросы, один, второй, третий, потом, а ты верующий? Я так, знаете, вроде ходил в церковь, и такая борьба в сердце. Так что-то мычу не вняты. Ну, так может, ты баптист? Нет, не верующий. Нет, я не баптист. Все, записали. И видите, я ушел как пораженный. Хотя вот только-только вроде в 13 лет еще вот подросток начал ходить. Но я почувствовал в себе поражение. И, братья-то, хорошо, когда это и гонением-то не назовешь, но все равно вот небольшое давление, да, небольшое давление, и человек уже не выстоял, поплыл. Я начал более серьезно к этому относиться. Я понял, что я потерпел поражение. Чаще на собрания, писания читать, соревноваться о Духе Святом. И когда я, помню, получил крещение Духом Святым, я уже помню моменты, когда 60 человек сидят вокруг тебя там в школе, в институтах, когда нас на поля вывозили и нападают на тебя вот этих словах, нападках. И ты уже не боишься, не то что верующий, не верующий, ты проповедуешь им. И кажется, откуда сила в человеке, братья и сестры? Как хорошо, когда Господь дает милость свою в гонениях, пусть малых, но увидеть себя, увидеть себя таким, каких ты есть. Какое же твое сердце? Дорога, каменистая почва, тернии там. Если так через гонения, это можно увидеть, братья и сестры. Бог заложил особый смысл, поэтому не будем, как мы уже слышали сегодня, бояться этого, но будем молиться, чтобы Господь помог нам увидеть себя. Вторая, как я вижу на создании Священного Писания, мысль Божия, для чего Он все-таки допускает быть гонением нашей жизни, это поставить нас на свое место. Кажется парадоксальным, братья и сестры, мы, верующие люди, имеем зов в сердце, слышим Духа Святого, слышим проповеди. Все это так, но иногда, чтобы поставить нас на свое место, нужно гонение. Мы помним первую церковь, первые главы книги «Деяния апостолов» нам повествуют, как хорошо было верующим в Иерусалиме, не правда ли? Как они там себя хорошо, я имею в виду, в хорошем смысле, духовно себя чувствовали. Все общее, какая любовь, забота. Проповедники не кто-то, а апостолы. Как хорошо ходить в такую церковь. И церковь умножалась. Но у Бога были другие планы. Послать их до края земли, поставить в каждой, может, деревне, в каждом городке, пусть маленькую, но общину, через которую можно всветить в этом городе, а не в Иерусалиме. И Бог воздвигает гонение. После Стефана мы читаем в Священном Писании. И все рассеялись мы читаем, кроме апостолов. И что потом, через некое главу, мы находим свидетельство, что такое пробуждение пришло среди языческого народа. Еле начали принимать Слово Божие. Евреи в этих диаспорах, в общинах, которые были там, далеко за Иерусалимом, они начали каяться. И намного, намного больше Слово Божие выросло, и люди приняли покаяние и жизнь вечную. Понимали ли это люди до гонений? Может, Бог и говорил, мы не знаем, вот это такой короткий телеграфный текст Священного Писания, мы можем только догадываться, но мы точно видим, что это гонение было использовано Богом. Может быть, были другие цели, может быть, были причины разные, но одна из целей, которая точно исполнилась, это чтобы проповедь Евангелия пошла шире. Знаем ли мы свое место, братья и сестры? Нужно ли нам гонение, чтобы поставить нас? Иногда да. Не наше, может, это особая вина, братья и сестры, мы люди. Наш разум ограничен, наши желания. Мы очень прорастаем, вот вы знаете, я не знаю, как вы, но я очень такой человек, меня трудно куда-то подвинуть. Есть люди, я знал одного брата, которому поменять страну жительства, ну это не знаю, как пойти в магазин, купить буханку хлеба. Сегодня такую, завтра такую попробую. Вот он в Владивостоке жил, вот он жил в Белоруссии, в Вильнюсе, в Америке, где он только не жил. Для меня поменять место жительства, но есть и другие люди. И Господь иногда, я помню, вы всегда помните брата Шмидта, старшего поколения, как мы наслаждались его проповедем, правда? Сколько он страдал, и все-таки Бог так сделал, чтобы он выехал в Германию, там послужил. Братья и сестры, так Бог нас ведет. Мы должны быть благодарны, Господь. Мы иногда боимся, мы иногда боимся, но Богу нужно нас куда-то поставить. Может, в церкви передвинуться, может, нам слово кто-то сказал, это еще не гонение, но вот какое-то давление. Мы передвигаемся, братья и сестры, давайте доверяться в руки Божьим. И как Давид в свое время принимал все, что было. Кто-то хотел, помню, когда он шел, его там освистывали, его оговаривали. Помните, как он останавливал, говорит, если Бог допустил, ну пусть это будет, пусть меня говорят, пусть посмеются, если Бог допустил. Он искал в себе, в себе общение с Господом. Давайте тоже так относиться к каким-то вещам нашей жизни, чтобы нам стать на свое место в нашей жизни в служении и служить Господу там, где Он нас наметил. Третья мысль, братья и сестры, дать награду. Вот так Бог установил. В той же Нагорной проповеди, помните, Христос сказал, блаженно, если будут вас гнать, несправедливо злословить, велика ваша награда. Мы хотим все награду, да, мы это слово награда, я понимаю, и вы, наверное, так понимаете, так как-то не понимаем до конца, но мы понимаем, что будет что-то особенное. Это не будет, может, в обиду другим братьям и сестрам, но вот Господь предусмотрел какой-то подарок каждому из вас. А за что? Бог подарил нам все в нашей жизни, и жизнь вечная – это не наша заслуга, чтобы это принять как награду, это дар, но есть награда. У Бога много даров, и все, что мы имеем, как Писание говорит, ну что ты хвалишься, как не получил, разве ты не получил? А если получил, что хвалишься? Все дар, но есть награда. Так если все в нашей жизни от Бога дар, то что же награда? А Господь хочет дать нам и награду, не только свои дары, и награду. Мы, как дети Божьи, что-то можем любящему Отцу, Его сердцу, доставить своими решениями, своим служением, что Он нас наградит. Это, может, так сложно нам понять и произнести, как награду, но так написано. Велика ваша награда на небесах, если потерпим, если немножко стихнув зубы, поплачем, если нас не поняли, если нагорчили, если, может, гонят сильно, если лишаемся жизни, но в какой бы степени это ни было гонение, велика ваша награда, сегодня Дух Святой говорит тебе и мне. Эти гонения, это есть благословение, которое ты получишь в награде, когда откроется эта вечная жизнь. Четвертая мысль, братья и сестры, явить славу Божью. Вы знаете, как нигде вот в этих гонениях проявляется слава Божья. Хотим ли мы, чтобы слава Божья проявлялась? Хотим ли мы, чтобы она шествовала по этой земле? По всей земле царствует слава. Это восклицал Пророк Божий Духом Святым. По всей земле царствует слава. А сегодня, Саша, в моей жизни, я себе говорю, она царствует? Она идет? Она торжественным маршем по твоей жизни или как? По всей земле царствует слава. Я ведь славу Господь хочет в твоем доме, среди твоих детей, для мужа, для жены, для ближних, для соседей, для сотрудников, для учащихся с тобой рядом. Она должна царствовать, она должна шествовать в слава Божья. И не как, как в гонениях, она особенно явится. Мы можем вспомнить, братья и сестры, Сидраха, Мисаха, Авдинага, мы можем вспомнить Даниила. Скажите, разве не через гонения, вот это вот такое локальное, конкретное, в отношении этих людей, явилась великой слава Божья? Царь меняет свои уставы, он меняет Бога, если так можно сказать. Вот не этим Богом, вот Богу Даниила, Богу Сидраха, Мисаха, Авдинага, Богу Иосифа, братья и сестры, слава Божья. Бог хочет, чтобы она царствовала, чтобы она торжественным маршем шла по земле, чтобы в виде ее люди каялись, чтобы в виде ее люди славили Бога, отдавали свои сердца для спасения своей бессмертной души. Нужна свет Божий, нужна слава Божия. Она должна шествовать по земле через, как это нам не хочется, через гонения. Пятая мысль, братья и сестры, проповедь, проповедь о Христе, свидетельство в страданиях, в гонениях. Вы знаете, вы иногда тоже любите смотреть в интернете вот эти проповеди, может быть, свидетельства. Я тоже, как и вы, я не раз натыкался, прослушивал свидетельства людей, которые покаялись, видя страдания гонимых христиан. Я думаю, братья и сестры, вы слышали, правда? Сколько таких свидетельств, которые, видя страдающего христианина, задумывались, потом приходили в свою комнату и каялись. Братья и сестры, нам иногда нужно умереть, чтобы это зерно взошло где-то в другом месте. Христос сказал, я умер, чтобы вы жили. Нам иногда нужно, братья и сестры, потерпеть какой-то степень гонения, чтобы кто-то, видя нашу верность, сказал, да, это был Дитя Божие. Помните о Христе, когда тот сотник шел, и толпа шла с Голгофы. Кажется торжествовать, она ведет и бьет себя в грудь, воистину, это был Сын Божий. Христос, наверное, даже трудно предъявить, кем это слово гонения и страдания, это был подвиг спасения. И вот какой результат. Пусть наши небольшие страдания или большие, братья и сестры, как удостоит Господь, навеют нас на такую мысль, что в наших страданиях на нас смотрят. На нас смотрят, братья и сестры. На нас смотрят и видят. И если мы пройдем мимо этих страданий, если мы скажем, отче, пусть минует чаша меня, если мы найдем место в Писании, скажем, «Господи, вот основание, я сейчас промолчу». Многие не покаятся, может быть. Господь найдет другого сосуда, другой камень, который его запьет, и люди покаятся. А через меня это слово промолчит. Будем помнить, что в наших гонениях светит свет Божий. Братья и сестры, чтобы очистить нас, еще одна мысль. Бог нас очищает многими путями, но через гонения тоже. Вы знаете, я как-то читал один такой пример. Один путешественник спустился в такую шахту, где добывают соль. И вот там он эту соль увидел. Интересно, говорит, я такой красивой картины нигде раньше не видел. Каждый пласт соли отражал, ну это, наверное, какое-то законное преломление света. И он говорит, каждый слой соли, он по-своему светился. И говорит, я спустился, как в царство света, синий, зеленый, фиолетовый, всеми цветами радуги, и каждый слой по-своему. Такая красота, но все по-своему. А потом я, говорит, понял, что когда ее выбирают оттуда, из этой шахты, и перемалывают, она вся белая. И он, будучи христианином, подумал, говорит, ну, с одной стороны, да, это вот такое интересное путешествие, а с другой стороны, он, говорит, подумал, мы все такие разные. Каждый светит своим светом. И эти вроде и неплохие, красивый свет, но у каждого разный. Но чтобы все мы стали единым, белым, чистым, нужно нас помолоть, хорошенько помолоть. Сколько, говорит, во мне, он так подумал, говорит, сколько всякой шелухи. Вроде и не грех, но вот какое-то недружелюбие, какое-то непонимание. Кому-то вот уже 10 лет руку не подаю. С кем-то помолиться вместе не хочу, о ком-то плохо думаю. И вот пока Господь не перемелет нас, вот своим светом сияю, а чтобы вместе стать одной этой солью для этого мира, белой, чистой солью, которая несет пользу, которую задумал Господь. А я все своим светом. И для меня он такой красивый. И кажется, это разнообразие, и мы оправдаем. Как хорошо. С одной стороны, да, все мы разные, но, братья и сестры, мы должны быть и едины. Одна вера, один Господь, одно упование. Без гонения, без страданий, как трудно чиститься вот от этой шелухи. Я вспоминаю еще один пример, как рассказывали в одной церкви, нужен был очень ремонт. В таком плохом состоянии уже был потолок. И объявили сбор, сбор на ремонт молитвенного дома. И все там, местечко такое небольшое, люди не очень богатые, сколько могли, жертвовали. Но все знали, что вот есть один брат, состоятельный. И все ждали, вот когда же он пожертвует. И это было бы видно, сразу было бы видно, это было бы больше, чем его пожертвование, чем все остальные вместе, и хватило бы на ремонт. Но он никак не жертвовал. И собирают, собирают эти бабушки, бедные дедушки, там своих пенсий. Одно воскресенье, второе. А вот это, как они ожидают, и пастор большой суммы, как-то, ну нету и нету в этих же пожертвованиях. И во время одного служения от потолка откалывается кусочек штукатурки небольшой, и прямо по голове этому богатому человеку. И на следующее воскресенье они увидели большая сумма пожертвована на ремонт. Они сразу сделали ремонт, и все, браво, решились. И все подумали, вот небольшое, это же даже гонением не назовешь. А я, братья и сестры, подумал, что какой этот брат еще послушный, ему достаточно было маленького кусочка штукатурки. А в моей жизни, бывает, и камни валятся, и иду долиной плача и месяц, и год, и два, и легко обвинить человека. Вот пока штукатурка не дала по голове, не пожертвовал. А с другой стороны, когда в себя посмотришь, сколько этих штукатурок надо. Мне вспоминается, помните, пророческие слова о Духом Святым, который в Старом Звете мы читаем, Господь так с болью в сердце через пророка говорит о Своем народе Израиля. Уже бить тебя не в чего, Израиль. Ну, уже бить нечего, живого места нету на тебе, а ты еще не возвращаешься ко мне. Скажи, что сделать. Или в другое место вспоминается, помните, когда через пророка такие слова звучат, что слыхало ли такое в народе, чтобы вот жена блудница вернулась, и он принял ее. Такого не слыхало, это невозможно. Но я тебе говорю, вернись ко мне, жена отступница, и приму тебя. Пророчесестры, нас иногда бить не во что. Не то, что маленькая высокая штукатурка, бить не во что. Мы иногда в своей суете, это так образно говоря, конечно, там слово блуд, может нам это, но вот так вот, взглядая на Израиль, и потом в свою жизнь, как в зеркало, мы видим себя. Сколько нас Господь зовет, может, на труд, на молитву, чтобы открылись источники в нашей жизни, текущие в жизнь вечную, чтобы мы стали активными служителями, проповедниками, хористами, а без гонения трудно, но не получается, и Бог допускает их в нашей жизни. Братья сестры, много мыслей у Господа и много планов для нашей жизни. Поэтому это, братья сестры, рассуждение для нас, то, что я так вижу, для нашей жизни. Мы будем молиться о тех, мы слышали, кому очень трудно, кто жизнью отдает, и для них, может быть, это не эти мысли, но у них есть тоже свои отношения с Господом, и как им нужно близкое общение Духа Святого, чтобы утешить, как им нужна сила Божья, чтобы ответить вовремя, чтобы выстоять, чтобы пронести, чтобы гореть и не сгорать, братья сестры. Поэтому будем молиться о себе, чтобы Господь решал свои проблемы в моей жизни. Я думаю, вы будете молиться о себе, чтобы Бог решал ваши жизни, ваши проблемы, ваши нужды, чтобы Господь возводил нас к этой вершинам, и чтобы делал нас с этой доброй почвой, на которой семя падает, растет, приносит плод. Но, как уже Борис Михайлович говорил, давайте больше помолимся не столько себе, а вот за этих людей, которые действительно рискуют жизнью, не за то, что они хорошие или плохие, а за то, что просто они носят имя христианин, их могут лишить жизни. Их не спрашивают, ты очень верный, ты очень святой, вот ты христианин, иди сюда. Тюрьма, а может быть и смерть. Братья и сестры, это очень тяжело, поэтому давайте, они нуждаются в наших молитвах, они очень нуждаются в том, чтобы в церкви по всему лицу земли молились о своих братьях и сестрах, которые в испытаниях, в гонениях, в лишениях за Слово Божье, чтобы слава Божья шла по этому миру, чтобы проповедь Евангелия возвращалась, чтобы люди спасались, чтобы Дух Святой действовал. Помолимся за наших гонимых братьев и сестер. Аминь. 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 Господь, 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 просим Тебя благословить, братья и сестры, Господь, благословить Церкви, Господь, которые в странах, где, Господи, так тяжело, где Слово Твоё запрещается, где проповедь Евангелия публично запрещена, Сrev. И Aidilieferen Моист Молит Иисус Время Иисус Аллилуйя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аллилуйя, Аллилуйя, Господь! Отец Небесный, Господи Божий наш, мы Церковь Твоя, Спасенная Тобой, Твоей святой кровью Голубица Твоя, невеста Твоя Господи, мы сейчас стоим в молитве нашей Прославляя Твое святое имя Благословляя, Господи, Твое святое имя За то, что Ты так велик в любви Твоей Ты дал нам познать Тебя Ты дал нам, Господи, новое сердце Плотяное, мягкое Чтобы Твое Слово, как доброе семя Падая в нас, могло приносить плод познания Плод труда, Господи, плод славы Прославление наших уст, сердца, жизни нашей Добрые дела, чтобы были в нашей жизни Господи, Ты все сделал ради нас и для нас Господи, Ты даешь и оберегаешь нас Но, Господи, из Твоего Слова мы видим Но Ты проводишь нас и путями скорбей, болезней Трудных болезней, Господи И в моей жизни Ты, Господи, посылал И я знаю, Господи, что это было к моему благу Господи, сегодня мы молим за тех братьев и сестер За те страны, за те церкви Где, Господи, может не столько скорби в болезнях Но, Господи, скорби гонений Лишений жизни Запрещение публичной проповеди Запрещение веросповедания Господи, служение детям, молодежи Служение погибающим, заключенным Оно запрещено, оно преследуется Господи, мы молим Тебя Отвори эти двери Господи, благослови братьев и сестер Дай им Дух Святой обильно, не меру Но, Господи, чтобы реки текли в их жизни, живой воды Чтобы они были исполнены силой Духа Святого В Тебе сила, Господи, мы знаем Мы знаем, Господи, что нет другой силы, которая могла бы проводить по жизни Веру сохраня, упование сохраня, чистоту сохраня Как только сила Духа Святого Господи, поэтому молим Тебя Будь в их сердцах Особым, Господи, помощником Особым водителем Господи, благослови их веру и упование Благослови их, Господи, в их страданиях В мучениях, в лишениях Чтобы радость не ушла Господи, чтобы надежда на Тебя Упования были твердыми и неполеколебимыми Чтобы терпение И, Господи, перелосло в великое терпение И они могли, много претерпев, устоять Господи, как нужно им Твое нежное слово, утешение Когда, может, они одни где-то, Господи, в скорбях, слезах Когда, может, они не могут собраться вместе, наедине Но Ты, как добрый отец, можешь прийти, сесть рядом Войти в сердце, разум и сказать Дорогой сын и дочь моя, я люблю Тебя Господи, скоро Ты будешь со мною Боже, и это слово Тебя Оно даст им великое благословение Господи, мы молим Тебя Мы знаем, что Ты Духом Святым ходатайствуешь Через молитвы детей Твоих во многих церквях Господи, ну и мы хотим, Боже Быть послушными детьми Твоими Вознося молитвы о всех святых О нуждающих, о гонимых О вдовах, о сиротах, Господь О тех, кто, может, притесняем Не такими большими скорбями Но, Господи, кто что-то лишен чего-то, Боже Может, внимание Может, в нашей церкви есть кто переносит эти гонения В виде какого-то невнимания, обиды Господи, мы молим Тебя, Боже Благослови и дай силы каждому из нас Мы из Твоего Слова видим Как многое Ты хочешь решить в нашей жизни Но, Боже, мы люди Мы протягиваем к Тебе наши руки Руки молитвы, Господи, благословляй нас Дай нам понимать то, что Ты хочешь Достичь нашей жизни Чтобы, Господи, каждую скорбь Каждую болезнь За каждое переживание и гонение Из нашего сердца вырывались слова благодарности И я благодарю Тебя за мою жизнь За мой путь За мою семью За жену, за деток, Господь Благодарю Тебя за всех братьев и сестер За их дома За их переживания За их болезни В этом Ты являешь славу Твою И Ты явишь ее, Господь И Ты благословишь По вере, Господи, дашь многое И по великой любви Твоей, Господи Ты сказал в Твоем Слове Просите, и дано будет вам И вполне уповая на Тебя Мы Тебя благодарим Мы Тебя славим Верен, Господи, Твоему Слову Если мы неверны Ты остаешься всегда верен Аллилуйя, хвала Тебе, всемогущий Спаситель Добрый Бог, Отец, Сын и Дух Святой Аминь Дорогие братья и сестры Мы споем псалом 1046 1046 Ты не бойся преткновений на пути В край далекий со страданием идти Споем стой это псалом Дорогие братья и сестры 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 О, Спаситель, дай мне силы на пути Путь не помнишь Твоей веры, не смути Верой должен быть и все победить Иисус, сокров, обучен и сильна Благодарь и гори и хори Иисус, сокров, обучен и сильна Благодарь и гори и хори Дорогие братья и сестры Дорогие братья и сестры О, Спаситель, дай мне силы на пути Ты не бойся преткновений на пути Так пускай не буду для тебя нести Я назвал тебя в Твоем имени мирный мой Приведу тебя, Водитель, не такой Сердце справки, принясь, будет, Боже мой Я назвал тебя в Твоем имени мирный мой Я назвал тебя в Твоем имени мирный мой О, Спаситель, дай мне силы на пути Учки, в Твоем имени много нам идти Скоро, скоро, где-то, 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 где-то Сердце справки, принясь, будет, Боже мой Я назвал тебя в Твоем имени мирный мой ПЕСНЯ 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 и настоящее, особенно когда кто-то терпит за имя Христово. Это очень важно для нас, мои дорогие. Почему? Еще раз напомнить себе обстоятельства, время, в котором мы с вами живем. Знаете, когда приходит в жизни все хорошее, все плохое постепенно забывается. А вот Господь когда-то Израилю говорил, никогда не забудь, что ты был рабом в Египте. Никогда не забудь, что фараон однажды повелел умершвлять ваших младенцев, мальчиков, чтобы не дать вам, как народу моему, возрастать в Египте. Моисей потом сказал Израилю перед своей кончиной, помни, что сделал с тобой Амалик на пути к пустыне. Как он к тебе отнесся? Возлюбленные, переживая Божие благословения и радуясь Божьим благословением, мы должны одновременно помнить. Помнить прошлое и радоваться настоящему. Это всегда должно идти вместе. И это соделает нас крепкими в Господе. Возлюбленные, когда я слышал Слово Божие, братья, размышлял, и Господь тоже говорил моему сердцу, как и вашим сердцам. И вот первое, на что я хотел обратить наше внимание, причина гонения, она очень проста. Вот если бы вы имели Библию с собой, мне, правда, в последнее время говорят, что из-за того, что местописание транслируется через видео здесь, многие не приносят с собой Библию. А зря. Вот я люблю читать местописание, которое называют проповедник. И я смотрю, что написано до этого и после этого. Так вот, когда брат Сергей, пастор церкви Шальченко, я читал это Божие Слово, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 20 стих. А вот послушайте, что написано в 18-19 стихе. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. И как вы не от мира? Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Итак, первое, на что теперь я хочу обратить наше внимание, дорогая церковь Божия, что мы живем в лукавом мире. Не верьте людям, которые сегодня вам улыбаются и хвалят вас, что вы христиане. Читая Библию, вот мы находим иудейского царя Иоаса. Советником у него был первосвященник Иоадай. И мы читаем, что во все дни, когда Иоадай был его советником, наставлял, он служил Господу. Но он умер. И вот пришли, написано, князья, поклонились ему, царю Иоасу, стали его советниками, и царь Иоас и Израиль стали поклоняться идолам. Смотрите, какой контраст. До смерти Иоадая все поклонялись Богу в храме Иерусалимском. Умер первосвященник Иоадай, закрыли храм Иерусалимский и стали поклоняться идолам. Возлюбленные, не будем обманываться. Примите это слово, как от Господа. Не верьте временам, в которые мы живем, что все хорошо, спокойно, и так много будет. Возлюбленные, сегодня время, а завтра может быть совсем другое. Мне вспоминается история, я слышал и читал об этом, с 1918 года по 1928 год была такая свобода на всей территории Советского Союза, открывались коммуны христианские. Христиане ходили по селам, во что больше людей жило тогда в селах, и проповедовали Евангелие. Образовались тысячи церквей. Но однажды, всего лишь за одну ночь, Сталин и Политбюро приняли решение запретить евангельских христиан, баптистов, пятидесятников. Одна ночь решила судьбу на многие десятилетия верующих христиан. Были конфискованы тысячи молитвных домов, сотни тысяч верующих были замучены в лагерях. Возлюбленные, о чем это сегодня говорит? Что мы живем в мире, который противник Христу. Мир подвластен дьяволу. Не будем забывать это, возлюбленные. Я не хочу сказать, что мы живем в мире, который одержим дьяволом. Нет, нисколько. Но, если человек не рожден свыше, скажите, чью волю он исполняет? Божию или волю сатаны? Конечно, волю сатаны, возлюбленные. Только что Бог не дает многим людям исполнить ее. Вот если вы знакомитесь с новостями, возлюбленные, то вы можете замечать, что сегодня происходит в мире. Знаете, я сейчас перечитываю Библию, вот сегодня читал книгу пророка Исаии, кажется, это где-то 3-4 глава, и там Господь говорит, я так накажу тебе, Израиль, что у тебя начальниками будут дети, юноши, и я сделаю так, что женщины будут руководить вами, и я сделаю так, что простой человек будет хулить правителя. А вы посмотрите, что сегодня происходит в мире, возлюбленные. Вот с трудом читаешь такие новости, когда какой-то корреспондент начинает злословить президента и так далее. Не буду углубляться в эту тему, вы сами это достоверно знаете. О чем это говорит? То, что о Библии, пророчески говорила об Израиле в то время, сегодня мы это время видим, это мир, в котором мы живем, он противится Богу. То, что сегодня все хорошо, возлюбленные, это, ну, скажем, слава Богу за это. Но будем знать, что, мои дорогие, как Господь говорил пророку, ты живешь среди людей, которые дышат адским пламенем, среди львов. Оно так и есть, мои дорогие. Только что Бог запрещает этому пламени нас пожирать. Бог запрещает этим львам терзать наши души. Поэтому первое, на что мы обратим наше внимание, это то, что причина гонений, которые происходят в мире, мир не знает Бога живого. Возлюбленные, хочу обратить наше внимание, особенно вот к нашим новобращенным, нашей церкви, к нашим детям. Любите свою церковь. Я не хочу сказать, что наша церковь, она лучше других. Нет, нет, ни в коем случае. Но в то же время, хочу сказать, любите свою церковь, которую вы посещаете и которой вы принадлежите. Год назад, или, да, год назад, чуть больше мы праздновали 90 лет нашей поместной церкви. Она образовалась, ну, так мы считаем, приблизительно в 1927 году. На этой территории была тогда Польша, но живя в христианской, католической Польше, церковь христиан вере евангельской не регистрировали. Она до прихода советской власти в Литву не была зарегистрирована в Польше, оказывается, хотя власть была христианская, католическая, отказывали. Вот, запрещали, преследовали в католическом государстве. Вот. А когда пришла советская власть, конфисковали дом, который был у христиан вере евангельской. Два года, с 1948 по 50-й, собирались в доме евангельских христиан-баптистов на Ужупе, это бывшее поповское. И в 50-м году по решению райисполкома конфисковали и второй дом молитвы. И вот с 50-го года по 57-й год наши братья и сестры, которые до нас веровали и передали нам свою веру, собирались по лесам летом. Есть у нас фотографии, у меня некоторые эти фотографии хранятся. А зимою где-то по квартирам тайно пресвитер церкви пятидесятников, хотя официально церковь тогда уже в 67-м году ей дали евангельских христиан-баптистов Скобей Андрей Игнатьевич был осужден на несколько лет за то, что руководил церковью. Конечно, как говорят ему, пришили политическую статью, еще что-то, но он был осужден как пресвитер церкви. И тогда дело Божие вели Романчик Викентий и другие братья, которые помогали ему. И вот в 57-м году горысполком дал разрешение устное собираться церкви пятидесятников в районе Жвериносе. И 10 лет там собиралась наша церковь до 67-го года, а в 67-м году нам дали разрешение купить вот здесь дом для нужд церкви. И вот только в 1994-м году наша церковь официально уже зарегистрирована как церковь христиан веры евангельской пятидесятников. С 27-го года мы не имели этой регистрации. Мир был христианский, мир был атеистический, разницы никакой. Нас не хотели признавать ни католики, ни советская власть. И только по милости Божией возлюбленные сегодня как-то нас уже признали, но я этим не соблазняясь. Ну признали хорошо, но я знаю возлюбленные, что все может поменяться завтрашним днем. Поэтому Писание говорит, помните, помните узников, помните времена, в которые мы некогда жили, в которые мы сегодня живем. Мы в нашей церкви постоянно молимся о нашей дорогой сестре, ну по известной причине, я не называю имени и страны, где она живет, но только могу сказать живет среди мусульман. И вы знаете, там не очень свободно проповедовать Христа, говорить о Христе, хотя наша сестра слава Богу дает Бог и силы Духа Святого, сколько можно свидетельствовать о Христе. Там такой закон. Об этом говорили миссионеры, которые приезжали из тех стран, где они несут миссионерское служение, но под видом то, что едут туда инженерами, врачами и так далее. И вот они сказали, что церковь для иностранцев одна, а церковь для уверующих мусульман другая. Почему? Потому что уверующие мусульмане собираются отдельно, потому что если пригласить незнакомого человека, они расскажут, и этих людей обязательно убьют. А вот в чем дело. Говорит, вот такой был случай, уверовала одна молодая девушка, а у них там такой закон на востоке. В семье главный не отец, а дедушка. А если жив еще прадедушка, он будет всем руководить. И вот там веровать во Христа могут тогда, когда разрешит дедушка. И вот когда молодая девушка уверовала, она пришла, рассказала своему дедушке, что она уверовала во Христа, как он это посмотрит, он дал повеление ее родным братьям сбросить со второго этажа головой вниз. И она погибла. Вот в такое время люди живут и веруют во Христа, возлюбленные. Я этим самым не пугаю вас, возлюбленные. Ну, много не буду говорить о себе, но я помню свое время, когда я служил в советской армии. Ну, кто из братьев служил, вы знаете, бывает военное учение, тревога. И вот все солдаты завешут окна и так далее, автоматы берут. Ну, я спокойно так хожу себе, и командир роты на меня так, что-то разломался, побежал ко мне, расстегнул кабуру, достал пистолет и говорит, я тебе, баптиста, как врага советской власти сейчас прикончу. И никто меня не обвинит. Идет военное учение и всякое бывает. А я стою и улыбаюсь, думаю, Господи, да если за Тебя умереть, Господи, это же слава Тебе. Нас в свое время братья так учили, пострадать за Христа это честь, дорогая Церковь Божия, дорогие возлюбленные, о чем и апостол Павел пишет в послании к филиппийцам, что вам ради Христа дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. Возлюбленные, действительно, это великая честь выпадает на долю христианина пострадать за Господа нашего Иисуса Христа, который, являясь вечным живым Богом, стал человеком и умер за Меня. И если вот это я имею откровение Духа Святого, то возлюбленные, как же хочется за любовь Божию воздать любовью Ему. А Писание говорит, нет большей той любви, если кто душу свою положит за брата своего, но я могу добавить за Господа своего. Поэтому Господь нам сегодня говорит, будь верен до смерти, не бойся ничего. Вот сатана будет вергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас. Будете иметь скор дней десять. Возлюбленные в заключении хочу сказать, что Господь в руке своей держит нашу судьбу, судьбу своей церкви. Не мир решает судьбу церкви, не мир решает твою и мою судьбу, но вечный живой Бог. Он сказал своей церкви, будешь иметь скор дней десять, не больше. И Господь рассказал, что же будет с ними. И сегодня нам Бог открывает, дорогие мои братья и сестры, время, в котором мы живем. Что может быть с нами, как угодно Богу вести нас, это Он говорит с нами Духом Своим Святым. Поэтому, молясь о наших преследуемых братьях и сестрах, будем помнить и о себе, чтобы нам быть верными Богу в наше время, в хорошее время. Потому что, если я верен Богу, буду Богу в это доброе время, я буду верен Богу и в злое время. Но если сегодня, когда нет преследования, и я проявляю неверность Богу, мне уже и на собрание не хочется пойти, и Библию я так не могу уже ревностно почитать, и молитва для меня какая-то скучно становится, то придут гонения, друг мой, дорогой брат и сестра, не хочу тебя устрашить, но отступишь от Бога, отступишь обязательно, потому что об этом говорит история христианская, когда настали гонения в 28 году, многие христиане отступили от Христа, и более того, когда их вызывали давать ложные показания на братьев и сестер, на пресвятеров церкви, чтобы осудить, они давали ложные показания, поэтому, мои дорогие, будем смотреть за собой, вспоминая преследуемых детей Божьих сегодня, будем помнить о себе, а кто же я, Господи, верный ли я тебе в это хорошее время, ревностный ли я христианин, люблю ли я тебя, Господи, люблю ли церковь твою, Господи, дороже ли ты есть для меня всего на свете, или, может, меня сегодня интересует что-то другое больше, я не говорю, чтобы нам не радоваться, не встречаться вместе, где-то, знаете, семьями, вот, разделять радостное общение, но в то же время, радуясь, помнить, мои дорогие, что Господь, прежде всего, ожидает от меня верности Ему милосердному, и так, в заключение собрания, помолимся Господу, прославим имя Господне, аминь. Отец наш небесный, Божий наш, в это вечернее время мы вновь при Тобое склоняем наши сердца и колени. Благодарим и славим Тебя, что Духом Святым Ты ведешь нас, ведешь Церковь нашу, где мы собираемся, чтобы служить Тебе. Благодарим Тебя за наших братьев, сестер, которые выдержали гонения и передали нам Слово Твое, веру Христову, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за Духа Святого, который Ты дал нам, чтобы нам быть верными Тебе во всякое время. Помоги нам в этом, Господь. И наша молитва о тех, кто сегодня преследуемый, дай им силы Духа Святого остаться верным Тебе до конца, не отступись и не отрежься от имени Твоего Святого, возможно, даже при лицом смерти. Мой чудный Господь, если угодно Тебе, если в этом есть воля Твоя, благая, угодная, совершенная, ибо Ты, Бог, назначаешь времена и сроки, то дай нашим братьям и сестрам так же свободное время собираться и славить, как Ты изменил и на нашей земле время. Господи милосердный, все в Твоей власти. Предаем наши души Твои святые руки, могущему сохранить нас от падения и поставить чистыми непорочными перед всем Бога живого. Слава Тебе и поклонение навеки Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Дорогие братья и сестры, в заключении нашего богослужения споем один куплет. Давайте, наверное, два споем. Первый и второй куплеты. Они подходят по теме нашего служения. 707 номер первой и второй куплеты. Течет ли жизнь мирно подобно реке? Несусь ли на грозных волнах? Во всякое время вблизи, вдалеке, в Твоих я покоюсь в руках. Споем, стоя, первой и второй куплеты. Песня. 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 ПЕСНЯ 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 Дорогие братья и сестры, хочу напомнить, что в нашем Братском Совете мы приняли решение не только молиться о преследуемой Церкви Христовой, но принять участие и в материальном служении. Со среды будет выставлена жертвенница и будет до конца этого месяца стоять, и каждый из вас, кто сколько сможет пожертвовать, вы пожертвуете. Мы уже говорили с нашим епископом Риммонтасом Купсисом, он знает братьев, которые возглавляют это мировое писательское движение, они в курсе всех преследований, и они знают, ну как мы говорим, каналы нелегальные, конечно, как доставить туда помощь, потому что официально, конечно же, не доставишь. И хочу сказать, что действительно, как и в наше свое время, таким вот путем доставлялись Библии, и помощь приходила, ну что ж, вот так приходится возлюбленные. И слава Богу за эту возможность, Бог хранит, и я думаю, наш это маленькая лепта, вот немного поможет какой-то семье, возможно, муж-отец претерпел казнь за имя Христова, или увечивание какое, или срок терпит, это будет хорошей помощью. Братья знают, кому помочь. Поэтому, пожалуйста, церковь, подумайте, и мы обязательно служение совершим. Итак, в среду у нас молитвенное собрание, в 6 часов вечера будет молитва с постом, так как в воскресенье будет проходить евангелизационное служение. Мы практикуем пост для того, чтобы возлюбленные, знаете, ну программа готова, молодые братья уже готовы проповедовать. Есть те, кто будут говорить свое свидетельство о Христе, молодежный хор готов петь, но нужна сила Духа Святого. Вы знаете, если Дух Святой не коснется сердце, как ты красиво не говори о Боге, человек не обратится к Богу. Да, может все человеку понравится, скажет, о, как хорошо здесь было, хорошо говорили, но не это нам нужно, а нужна сила Духа Святого. Конечно, программа должна быть хорошая, но поэтому мы назначаем пост, чтобы действовал Дух Святой во время евангелизационного собрания. Также хочу напомнить, что 1 декабря в субботу в 12 часов будет проходить молитвенное собрание Евангельской церкви города. Вот, в Лид-Экспо, это в районе Лаздиная. Вот, после этого будет перерыв, там будет предоставлен небольшой обед, чай, бутерброды, и будет проходить евангелизационное собрание для взрослых и для детей. Для взрослых в одном помещении, для детей в другом. Приглашаются дети шестилетнего возраста. И еще, дорогие братья и сестры, сегодня в конце служения была одна, немножко одна неприятная история. У одного нашего новообращенного, который неделю назад покаялся, ну, подменили куртку. Ну, потом, как оказалось, что кто-то перепутал. Но, все-таки, я решил объявить, давайте будем более внимательными. Знаете, у многих из нас, они немножко одного цвета, темного, так далее, иногда можно и не заметить. Но, давайте посмотрим еще раз, свою ли куртку я одел, потому что, ну что, человек ушел без куртки. Поэтому, ну, хочется, особенно, знаете, когда у нас бывают гости, и с ними это случается, вдвойне нам неприятно, правда? Поэтому, пусть Бог нас благословит, что мы были внимательны и в этом вопросе. Итак, в заключение, помолимся Господу, попросим Его благословения. Отец наш Небесный, Боже наш, благодарим и славим Тебя за воскресное наше это вечернее богослужение. Благодарим Тебя, что Ты позволил нам на основании Слова Твоего Святого размышлять о жизни нашей, о временах, в которых мы живем. Вспоминать наших братьев, сестер, которые были преследуемы, и кто сегодня преследуемы за имя Христова, Боже. Помоги нам, живущим в это хорошее, доброе время, которое Ты дал нам, быть верными Тебе во всякое время, Боже. Благослови церковь Твою по всему лицу земли, мой любящий Господь, чтобы все мы оказались верными Тебе, не отступили от Тебя ни в злое, ни в хорошее время. Но чтобы Ты для нас всегда был самой большой ценностью, Господь, Тебе слава, Тебе поклонение навеки. Благослови предстоящее евангелиционное служение, наполни это служение силой Духа Твоего Святого, чтобы Дух Святой мог коснуться еще многих сердец и не могли бы верою принять Тебя в свое сердце Господом Спасителем. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому ныне и вовеки. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш, сущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, сила, слава вовеки. Аминь. Итак, наше воскресное вечернее богослужение окончено. Будем приветствовать друг друга, Господь со всеми нами.